Устройство восстановления рухнувшей в пропасть экономики, но прежде прекращение боевых действий. Шесть первых шагов, на которых настаивает бывший украинский премьер, ради объединения Востока и Запада. Для этого и досрочные выборы парламента и президента. Созданный комитет даже представляет своего кандидата, бывшего депутата Рады Владимира Олейника. Мой великий земляк Тарас Григорьевич Шевченко сказал, доборолась Украина до самого края. Гирше ляхив, свои дети ее распинают. Нынешний преступный режим, совершив государственный переворот, привел страну к войне и обнищанию. Как бы я действовал, будучи президентом, сразу же после инаугурации подписал бы указ об отводе войск в постоянные места дислокации. И немедленно поехал бы не на фуршет и пьянку, а поехал бы в Луганск и Донецк, там где страдают люди, там где дети сидят в подвале. Стал бы на колени перед украинским народом и попросил бы у всех матерей Украины прощения за то, что эта преступная власть развязала братоубийственную войну. Общественное движение уже назвали правительством в изгнании. Впрочем, многие из тех, кто в него вошел, из Украины никуда и не уехали. Так что их имена сегодня называть не стали. Опасно, заметив, что сторонников на Украине с каждым днем у них становится все больше. И они готовы взять на себя всю ответственность за восстановление страны, при этом не снимая ее за прошлые ошибки. А потому в команде принципиально нет и не будет беглого президента Януковича. Я считаю, что этот человек виноват не меньше, а может быть и больше в том, что произошло сегодня в Украине, чем нынешняя хунта, которая захватила власть в Киеве. И место его на одной из камней подсудимых вместе с Порошенко и со всеми теми, кто сегодня правит в Киеве. В случае возвращения во власть созданный комитет обещает восстановить дружеские отношения с Россией, выгнать из правительства всех иностранцев и наказать виновных. В расстрелах на Майдане, в сожжении Одесского дома профсоюзов и убийствах мирных жителей Юго-Востока. Тех, кто стоял за этими преступлениями, здесь хорошо знают. Ну а единственным выходом из гражданского конфликта комитет спасения называет прямые переговоры Киева с Донецком и Луганском. Но тему Крыма сегодня обойти тоже не получилось. К сожалению, Крым мы потеряли из-за этой преступной власти, которая совершив государственный переворот, разожла межнациональную рознь и оттолкнула Крым и его восток Украины. Кто не скачет, то и Москаль. Это что, такая формула единения? И когда Крым увидел, что на пороге войны он ушел от Украины. Вопросы от журналистов один за другим, в том числе и от украинских. Их Азаров, кажется, ждал даже больше. Вот только призвал услышанное не искажать. Вы каждый день внушаете народу Украины, что ополченцы в Донбассе ради того, чтобы представить киевский режим каким-то агрессором, обстреливают свои собственные города, поселки, дома разрушают. Скажите, неужели вам самим не стыдно и у вас душа не болит? Шесть с половиной тысяч живых домов, шесть с половиной тысяч живых домов, вам никогда в жизни их не построить. Спросили украинские репортеры о нынешнем гражданстве Азарова. Вопрос бывшего премьера не смутил. Я вот с этим вот ездил, так вот он, и не расстаюсь. Интер, ну-ка снимай, где ты? А на вопрос уже западных журналистов, нелогичнее ли было представить политическую программу в Донецке или Луганске, руководители Комитета спасения ответили коротко. На юго-восток они обязательно приедут, но только через Киев. Александр Буалецкий, Евгений Кириленко и Сергей Солдатов. Вести.